Развитие бизнеса в условиях новой реальности и последствия санкций стали главной темой 24-го дня германской экономики в Алматы. О перспективах Казахстана в качестве потенциально нового хаба в Центральной Азии мы поговорили с генеральным директором Линдой Газ Казахстан Батыржаном Тергиусизовым и управляющим менеджером по Центральной Азии Рёдалий Партнёры Михаэлем Квилингом. Наша компания была основана в 1887 году немецким учёным Карлом фон Линдой. С 2009 года мы работаем в Казахстане. Мы занимаемся производством воздушных газов и поставляем молекулы как для нашего крупнейшего клиента в Тимиртауэр, Силар Миттл, так и для многих других клиентов как в пищевой промышленности, так и в аэрокосмической промышленности. Наша компания, немецкая компания, оказывает услуги юридической консультации, налоговых консультаций. Мы ведём для наших, как правило, немецкоговорящих компаний бухгалтерию, мы оказываем аудитовские услуги. В целом, можно сказать, что мы сопровождаем наших немецких инвесторов от открытия компании до расширения, до вложения в казахстанскую экономику. На данный момент, исходя из опыта нашей компании, могу сказать, что перспективы очень хорошие. Например, мы уже многие годы поставляем продукцию из Казахстана в страны Центральной Азии, в Узбекистан и в Кыргызстан. Также у нас есть установленные ёмкости у клиентов, которые мы оперируем удалённо. В целом, опыт немецких компаний, в частности в Казахстане, показывает, что инженерный состав вполне может быть оперирован из Казахстана и отправлен в близлежащее государство. Сегодня в связи с геополитической обстановкой вопросы энергобезопасности и энергонезависимости приобретают определённую роль наряду с вопросами зелёной экономики и снижением льгислого газа. Казахстан Считаю, что в будущем произойдёт энергетический переход от углеводородов, в первую очередь к зелёному водороду. И Казахстан обладает огромным потенциалом. Если вы посмотрите на ветряной Атлас ООН, вы заметите, что Казахстан крупнейшая страна в мире, обладающая ресурсами по ветросили, соответственно, позволяющей производить огромное количество зелёной энергии, которая в будущем, благодаря наличию водных ресурсов, может производить большое количество зелёного водорода, который также может быть в будущем экспортирован за пределы Казахстана, в том числе и в Европу. Естественно, вопрос транспортировки стоит открытым, потому что эффективные способы ещё не найдены. Но я верю в то, что в ближайшее время они будут найдены. И также непосредственно в Казахстане использование водорода является, наверное, ярчайшей альтернативой текущим энергоносителям. Однозначно да, конечно. Как крупнейшая экономика в Центральной Азии, перспективы Казахстана только будут улучшаться. В связи с определёнными событиями геополитическими мы ожидаем огромную релокацию других компаний, не только немецких, но и международных, что увеличит промышленную базу, которая является нашим основным потребителем, но и также перерабатывающую и другие промышленности. Если быть честным, то у нас количество запросов именно от тех же немецких и европейских компаний за последние 6 месяцев значительно увеличивается. Я это связываю с тем, что иностранные компании, которые вынуждены по разным причинам покинуть российский рынок, они ищут альтернативные рынки, и Казахстан, как член Евразийского экономического союза, является одним из привлекательных рынков. Соответственно, мы получаем запросы на учреждения новых компаний, новых дочерних предприятий, мы получаем запросы, связанные с переводом персонала из Российской Федерации в Казахстан. Ну и, естественно, мы заняты вопросом проверки договоров, если речь идет о поставках оборудования, находящегося под санкционным режимом, и которое, естественно, запрещено из Казахстана поставлять в Российскую Федерацию. Очень большая волна российских граждан приезжает в Казахстан. Среди них, в том числе, сотрудники тех немецких или иностранных компаний, которые показали себя, которые знают рынок, знают рынок Казахстана в том числе, которые имеют опыт и которым наши немецкие клиенты доверяют на протяжении больше, чем 10 лет. И это те специалисты, которые востребованы, они в любом случае создают здоровую конкуренцию тем же самым казахстанским профессионалам и специалистам. И я вижу поэтому приезд российских граждан в Казахстан в целом очень положительно. Конечно, можно смотреть на отдельные сферы, но в целом, если мы говорим, мы говорим по последним данным около 31 тысячи именно российских граждан, тех специалистов, которые приехали. И я думаю, что в перспективе это положительно скажется на казахстанской экономике, потому что эти люди получают хорошие зарплаты, они тратят эти деньги. И, естественно, есть определенное влияние на рынки аренды квартир и так далее. Но я думаю, что это механизмы рынка приведут к тому, что рано или поздно это все выровняется. И поэтому в целом очень положительно. Распространение знаний — это то, к чему мы всегда стремимся. Потому что как глобальная компания мы всегда смотрим на то, чтобы локальные ресурсы также развивались, как человеческие, так и промышленные. Поэтому подобные мероприятия дают хорошую платформу для того, чтобы делиться знаниями, делиться опытом и искать перспективы дальнейшего развития. Редактор субтитров А.Семкин